В прошлом выпуске я латал все возможные дыры в доме, готовя ее к приему тепла. Видео про лифт многим очень понравилось, но также я получил немного критики в плане безопасности устройства. Просто я не уточнил, этот подъемник будет служить спуском для продовольствия. В верхнем положении он блокируется на задвижке и автоматика не может привести к травме. При спуске телеги ни разу не появлялась мысли встать под нее. Ход телеги всего 2 метра. Друзья, волнения тут полностью излишни. Но у нас сегодня новый выпуск. Приветствую, друзья, на канале Строим Дом Своими Руками. И у меня снова стратегическая задача. Я понимаю, вы сейчас думаете, что меня шарашит из стороны в сторону, потому что я то делаю отопление, то делаю вентиляцию, то еще что-то. И все это, можно сказать, бросаю на полпути. На самом деле не так. Очень неспешно, мелкими неуверенными шажками, но мы с вами подходим к системе отопления дома. И это не может меня не восхищать и не радовать, потому как после этого мы заедем сюда жить. И уже начнется такая планомерная отделка этого дома. И пока у меня есть свободное время, я занимаюсь этими работами. Назовем этот проект чердачный терминал, потому что тот короб, который я собрал по вот этому видео, он реально крутой. Он классный. Мне он очень нравится. Но есть один нюанс. Вот даже сегодня я залез на кровлю поработать, я не могу за собой закрыть дверь. Все тепло из дома сейчас выходит именно через это отверстие. И это очень неправильно. Поэтому я принял решение сделать специальный короб, открывая дверь на чердак. Теперь я не буду терять полезное тепло, потому что оно не будет уходить. Оно будет закрыто второй дверью. Когда мне надо подняться, я просто открываю терминал, выхожу сюда наверх, закрываю его. И лестница чердака может быть в открытом состоянии. И никоим образом тепло не будет из дома выходить наружу. То есть я его не буду терять. Когда дом начнет уже отапливаться. Второй момент, о котором я хочу сказать. У меня сейчас лестница работает не совсем правильно. Когда я открываю ее на максималку, у меня эти пружины переламываются. И лестничный марш не совсем правильно, корректно работает. Поэтому когда я сейчас сделаю терминал, у меня пружины пойдут дальше. Будут там держаться. И он будет лучше закрываться, лучше открываться. Будет правильнее работать. Об этом я уже говорил в прошлом видео. Ну и собственно говоря, уже надо досыпать утеплитель выше. Поднимать его еще на 15 см. У меня будет утепление кровли 25 см. Пусть называется терминалом. Можете называть это второй вход или тепловой какой-нибудь коридор. Я не знаю. Пусть будет чердачный терминал. Сейчас я его соберу. Вы это все посмотрите. Вместе это оценим. Поставим лайки. Может быть напишем гневные комментарии или позитивные комментарии. Перейдем уже с вами дальше к отоплению дома. Потому что на следующей неделе я планирую уже закупать трубы. Ну а мы приступаем к работе. Пойдемте, начнем. Эпичный момент выпуска про чердачную лестницу. Чуть не повредил себе руку. Вовремя перехватился. Кстати, это видео можно посмотреть по ссылке. В нем я изобретал удобный ход на чердак. Выигрывая по цене немалую сумму. Получилось очень даже здорово. Ну а в этом выпуске я хочу продолжить работу над проемом. Сделав его технологичнее. Что из этого получится, вы увидите сегодня. У меня есть 4 листа фанеры шестерки. Это будет наш каркас. Внутри будет заполняться минеральная вата. Одну секундочку отвлеку вашего драгоценного времени. Чтобы сказать пару вещей об этой супер конструкции. Вся информация о ней есть вот в этом видео. Вчера я пропылесосил весь дом. Набрал полный бак пыли. Прям такой качественной пыли. Пылесос пустой. В него вообще ничего не попадает. Когда у меня будет эта система стоять в гараже, мы еще добавим сюда водяной фильтр. Это будет просто классная штукенция. Поэтому посмотрите видос. Там есть ссылка, где это можно заказать. Мне очень нравится. Итак, от опалубки осталась куча некондиционного бруска. Для моего каркаса это самое то. Изделие не претендует на эталон красоты. Главное в нем технологичность. Собирать буду в лапах. Так крепче. Размечаю и выпиливаю четверти. Совсем скоро все станет понятным. Ничего заранее не проектировал, так как изделие несложное. Залез на кровлю и за пару минут придумал форму. Я решил сделать створку конусом. Поэтому вверх будет 65 см, вниз будет 34 см. Почему такой размер? Потому что лист просто 1,40 см на 1,40 см. И это удобнее делить напополам. Очень мечтаю о мастерской с хорошим верстаком. Работать на коленке не очень эффективно и удобно. Но это временные трудности. Кстати, пользуясь случаем, хотел напомнить вам один момент. В инстаграме я всегда выкладываю спойлеры будущих видео. Поэтому если вы не подписаны на инстаграм-канал, вот по вот этой ссылочке переходите. Нет, по этой ссылочке вы можете впечатать. А ссылка под видео на инстаграм-канал. Переходите, подписывайтесь на канал. Там тоже очень много полезной информации. Мы там делимся различными советами, мыслями, идеями и спойлерами к будущим видео. Поэтому советую подписаться. Решил сначала собрать все детали короба, а потом сразу установить все на месте. Примеряю и вырезаю утеплитель в дверцу. Входит идеально. Работая над подобными проектами, есть время поразмыслить о многих вопросах. Таких как отопление, пароизоляция, утепление. Мне очень нравится комментарий из предыдущего выпуска. Чтобы еще такого сделать, лишь бы не отопление. Но, друзья, я планомерно к этому иду. Глупо пустить в дом газ, а потом бегать и затыкать щели. Как-то двояко звучит. Это к теме про тепло. Поэтому уже с первых кадров понятно, что идея отличная. Но вы, пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу. Так, листы готовы. Каркас готов. Теперь все это нужно закрепить на чердаке. Я сейчас подниму конструкцию и зафиксирую все между стропил. Самое главное, что эта штука полностью исключает мостики холода. А значит, то, что я задумал, получилось. Я не знаю, как часто в ходе эксплуатации дома мне придется бывать на чердаке. Но, как говорится, кто празднику рад, тот накануне пьян. То есть, кто предупрежден, тот вооружен. Ну, или как-то так. Но это не точно. Кстати, как часто вы бываете на чердаке? Храните ли там вообще что-нибудь? Мне правда интересно. Устанавливаю дверь на шарниры и начинаю утеплять каркас терминала. Подумал, что ручка будет очень полезна, реально удобнее спускаться с ней. Прикручиваю. С момента того, как мы поставили пластиковые окна и железные двери с терморазрывом, у нас в доме стало реально теплее. Сегодня на улице было минус 10, дома плюс 9 градусов. Ну, тут еще сказывается разность температур предыдущего периода. Было долго холодно, и поэтому дом, конечно же, набрал холод. Зато он очень долго отдает тепло. Это круто. Я понимаю, что, возможно, на чердак я буду лазить один раз в год, а то и реже. Люблю делать на века, надолго, поэтому хочу сделать так, вот и все. Вот еще одна проблема. Многие говорят, что лучше всего использовать эковату или какие-то другие варианты утепления чердака. Я же использовал минвату, этот, Techno Nicole Rocklight, по-моему. Стоит походить по кровле, там внутри просто стекло, мелкое вот это, фракция забивает все горло. Мне это не очень нравится. Поэтому мысль есть такая, что когда я сделаю эти 25 сантиметров утепления, пройтись туда хотя бы сантиметра 2-3 древесной стружкой. Ну, чтобы как бы прибить вот этот весь, всю эту фракцию. Ну что, конструкция готова. Теперь я могу не волноваться о том, что из дома тепло полезное будет уходить наружу. Осталось только все это покрасить и проклеить здесь двойными утеплителями для дверей. Пользуясь случаем, друзья, хочу сказать, что жарковский мед еще в наличии и появилась медовуха. Ее не так много, но она есть. Поэтому переходите вот по вот этой ссылке, смотрите, выбирайте и пишите мне. Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»